орех орехов пишет жене подруга плакала муж 4 тысячи семейной к пилки в танки закинул за короткий период до меня вот кстати когда-то тоже там одни ну скажем как своего рода подставили наверное алода онлайн короче там у меня старый знакомый заманил володы онлайн это другого там нашего общего знакомого саша этот этот саша но но заманил там володах если приводишь друга если друг делает покупки то если ты привел человека короче это бонусы какие-то получаются ну и в итоге там тоже его жена забираю вперед плакал этого саша он короче там дочку в школу лес в школу собирали это денежку чтобы а он все волода онлайн закинулся а поворот был вообще уникальный сказали саша сказал жене что это я его обманул ну ничего себе вот это как говорится вообще проходил мимо просто знал об этих истории сказали что я обмешурил он объегорил вот поэтому очень много людей это как игровые автоматы закинуть деньги закинуть деньги игровые автоматы это конечно целая трагедия что люди не могут справиться с азартом я вот своему знакомому говорил это он до сих пор играет игра я говорю в компьютерные игры дешевле будет но в определенные просто есть вот допустим молода онлайн там чтобы руны 13 купить надо 960 тысяч рублей отдать но почти миллион рублей мы сейчас подешевели не знаю но вода три назад миллион рублей надо было дать это миллион рублей это не считает а можно было купить еще на миллион рублей много чего другого то есть чтобы зарядить перса по полной там говорится бабла нужно немедленно так смотрим дальше уважаемые числа в сотую землю я представляю как чилины и улей пачеками динамы форум правильно я представляю правильно так и есть наша сотовая планета по сути точная копия улей диких пчел причем улей дикий пчел растет то есть они вначале в маленьким сделали потом больше и также наша планета то есть над нами купол над куполом прослойка океана выше другие идут земли ну соты до над ними также купола так вверх-вверх и под нами мировой океан и под нами чей-то купол и читай ячейки так вниз сколько слоев сложно сказать от балды сказать цифру там предположительно 9 но их может миллион лет назад было 9 а сейчас 109 поэтому клины улей максимально приближена правильная модель хотя можно нашу планету раз рассматривать во всяком случае не саму планету один из поясов сотовых можно рассматривать виде подсолнуха вот смотрите на подсолнух в одной из этих ячеек находимся но если правильно подсолнух контуром обвести то увидите что там все равно шестигранники будут там куда не 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 ткни кругом соты но если мы появляемся маленькими это на 8 день эмбрион сотовый не но те кто верит в плоскую землю у тех эмбрион наверно был плоский те кто в круглую землю верит у тех эмбрион был круглый те кто там в полую тому эмбрион пол и так далее но а те кто принимают истинную модель что наша гигантская планета имеет сотовую структуру у тех эмбрион при рождении был сотовый вы никогда и плоскоголовым или круглоголовым не объясните истинную модель это бесполезно он по умолчанию был выращен не из того чего мы выращены расскажите про горы ну горы я думаю в двух словах они все уже давно перелопачены то есть породу за последние тысячи лет туда-сюда таскали туда-сюда взрывали сопки там это аналоги терриконов терриконы это у нас принято называть вулканами то есть горы но все равно принципе вот так вот если все забросить человечества не было бы и камни растут то есть горы потихонечку начали бы расти и в шире вверх но все равно предел есть так идем дальше летают ли перелетные птицы в соседней ячейки но насчет перелетных птиц не могу сказать а насчет то что пингвины шарятся и но и не только вины немного морских животных которые спокойно для них не существуют границ там морские слоны и там морские котики там тюлени ашим сложно поднырнуть и по фарватеру им же вообще по барабану ну папа плыли как горится к своим сидим гости рассказали что тут есть физики которые людей обмануть что земля маленькая кругленькая те посмеялись заряд не ничего себе у нас тут ячейки люди уже давно знают истинную модель перелетные птицы не знаю наверно не осилят хотя вот недавно вы знаете забавная карта на как бы попался на на глаза ведь и как бы всего на определенном этапе я не знаю вот допустим полгода назад я некоторых вещей не знал и по мере по мере поступления информации как я говорю из информационного поля я сам для себя сделал очень много открытий поэтому карта мне одна заинтересовала очень удивительно я об этом думаю знаете чем эта карта примечательно гренландию нам сдвинули в сторону от центра антарктиды и прошу прощения аркики а вот эта карта карта плоской земли подчеркну карта плоской земли еще раз подчеркну показывают отчетливо что гренландия находится в центре центре арктики отсюда мы с вами попытаемся уважаемые слушатели сделать небольшие логические умозаключения если гренландия на самом деле зеленая зеленый остров а нам его рисуют во льдах вот много из вас было народу на гренландии в центре гренландии немного вот то есть сейчас я развиваю теорию подчеркну то что я знаю что за антарктическим кругом находится новые земли это не теория это это факт кто легко проверить сейчас я развиваю теорию значит так называемая гренландии находится в центре нашей соты нас это принято называть артика перелетные птицы и очень интересный феномен они летят туда и сюда и с юга на север а севера на юг то есть предполагаю что какие-то птицы прилетают в центр арктики в нынешнюю так называемую гренландию и там себе спокойно скажем так отдыхают то есть летят в центр нашей соты думаю возможно найдутся уважаемые слушатели и зрители которые разовьют мое такое наблюдение более в интересном ключе я никогда не углубляюсь детально в некоторые вопросы потому что если на чем-то одном зациклюсь я стану в этом профессионалы не смогу пойти дальше а так я получается это там чуть-чуть знаний там чуть-чуть знаний и могу более-менее как бы этом давать это развернутые варианты в тех или иных вопросах а так если бы я стал бы специалист бы в чем-то и все я бы был бы только в этом специалист бы и ничего не смог бы принимать вот как был вымышленный персонаж хотя у него скорее всего был прототип шерлок холмс вот он был спец в своем деле а когда ему его друг вас он сказал о том что у коперника не читали она это кто это это вы что ватсон коперник же это угол нет не знаю впервые слышу так так заметили столоны и македонские одно лицо да ну как македонского кто увидел фотографию настоящем македонского только рисунки нарисовать можно все что угодно так слова пчелы летят из улья с медом с нашей волшебной сотовой планеты тоже летают корабли другие планеты может за медом до постоянно миграция бесконечно идет пока мы тут сидим общаемся нашим каминном котляровым м каминные от слова камин теплый такой камин поленца трещат уютно летают наша луна это своего рода для них вокзал вот и так далее так 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 нашу соту прилетает за золотом ну и золото тоже а теперь вопрос студию что у нас произошло 25 декабря да хорошо есть у определенных народностей которые оккупировали нашу ячейку с определенной традиции они любят делать на свои традиции своеобразные человеческие жертвоприношения поэтому для нас они придумали что там 25 если имеется ввиду крушение самолета естественно никакого крушения не было то есть людей похитили а нам сказали что самолет упал но если даже если бы он упал его уже роняли без пассажиров как это происходит я уже миллион рассказывал в салоне распыляется раз который усыпляет людей людей выносят в носилках и уже потом там распределяют кого на ритуальные жертвоприношения кого на органы и так далее а кого макдональдс так когда чат читают а те кто в записи будут слушать дома тур следит за тобой да потому что я был избранным это те кто играет в моровинт поймут о чем речь идет это еще то прочитал догатур следит за собой мы следим за тобой на ней там как я 1 на более двух тысяч раз слышал это начало это проснись почему ты дрожишь тебя даже вчерашний шторм не разбудил нас выпустят это точно наконец-то мы приплыли в моровинт тихо стражник идет или как там еще они забрали тебя из столичной тюрьмы потом долго везли в карете потом морем на восток в моровинт не бойся я слежу за тобой ты был избран так католическом мире какой праздник году самый главный то не надо не знаю какой у них там самый главный праздник там надо другие праздники это искать я не знаю сделаю доделали этот ролик но я делаю потихоньку и в месяц буду делать там статистику всю собираю с интернета связанную там начиная с 1970 года с разными событиями хочу просто свою провести расследование и потом в ролике его звучит так задача пчел сбор меда для человека человек собирает морю мед в определенный момент может ли быть такое что все мировые войны это и сбор меда для высших рас нет причем мы даже не пчелы как я уже говорил мы мы их продукт ну в какой-то мере в принципе да вы если так в принципе сейчас я ловлю себя на мысли что до шерсть не прилетели и нас едят да на кто же такие пчелы ну наши светлые иерархии у нас их принято называть богами так еще раз перечитает вопрос задача пчел это сбор меда для человека человек собирает мед в определенный момент может ли такое быть что мировые войны это есть сбор меда для высших раз ну высших раз негативного порядка наверно все таки ну принято говорить что там большей степени собирается гавах можете погуглить что это такое так включите мозги кто еще думает что бывало пилот педали перепутал на крамоле братушку неплохо разобрали но я не смотрел некоди неколе смотреть вещать надо сотов всегда присутствует природе да все сотовый полностью куда не пить вижу классный ролик это микроскоп за 27 миллионов долларов и там все показано что даже под таким микроскопом наш мир сотовый хрип задает вопросу и гору как ты думаешь на северном полюсе просто земля или дыра вот я же вы перед этим предположение уже высказал что там гренландию сторону сместили на самом деле гренландии находится скрытие четко на северном полюсе возможно идем дальше так 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 слава получается пишет алексей если смотреть на землю со стороны купола то мы как на ладони как террорами мы в зоопарке живем ну да это в миллион раз было озвучено не только мной как хотите угодно назвать аквариум террориум естественно мне где-то я в 16 лет писал про это стихи не могу не буду сейчас тратить времени искать где-то теку задину тетрадка общая да это надо листать где принципе проект описал еще 100 лет назад сейчас я понимаю что я писал тогда я просто писал и все парни кто помнит фамилия сергей ясен пень ой забыл шуваев наверно да так ага вопросы закончились значит ну куда идем с вами вконтакт видео дно рендерится хочу видео переделать там просто хорошо это макс алатырёв и сергей шуваеву тему затрагивали интересную про космос если в двух словах в современном космосе находиться невозможно потому что разорвет легкие то есть вот как они нам показывают из бутылочки выдавливают воду а вода превращается в шарик а так как мы полностью состоим из воды на большое количество процентов то при попадании в космос тот который нам придумали человека просто разорвет то есть вставляйте все вот и жидкость там ловких везде она будет становиться шариками поэтому самый железобетонный аргумент это то что космоса не существует если космос существовал бы тот который нам нарисовали настоящий космос он выглядит по-другому вот если вы мы с вами представим гипотетически что мы попадаем за купол на хороший такой космический корабль естественно шарообразный то там бы мы себя чувствовали точно так же как на подводной лодке вот на подводной лодке что там у них жидкость же ж воздух не подымается да и они ж не летают люди на подводной лодке вот так же и в верхнем океане если мы попадаем в верхний океан просто там техногенные корабли такие что вы по сути не будете чувствовать дискомфорт естественно чем больше корабль в том верхнем океане тем меньше дискомфорта поэтому корабли очень огромные у нас многие корабли почему-то принято называть планетами там марс юпитер венера сатурн и так далее так идем дальше расскажи о демонах многие моменты выпускается например куда люди так подробно узнали о таком количестве демонов большинство выдумал большинство выдумывает не не никто ничего не выдумывают я сейчас даже не за демонов хочу сказать мне вот это поразило произведение ведьмак там же вообще обалденная это переписка всех вот этих и все с именами все с характерами вот этих демонических существ там же помимо это домовых и общеизвестных там же колоссальное количество вот этих горгулей там или как они там называются просто поднимать список вот этих ужасных существ тоже не вымысел то есть были конечно в нашей сути времена когда это вся гдота прыгала тут и были конечно специальные воины которые это все уничтожали но это было очень давно и с демонами та же ситуация то есть есть книги где подробно описывается все их скажем так адреса имена и фамилии ну демоны они как бывают и и в физическом плане то есть это те которые там из пекельных миров изнизу пробиваются ну и так же есть инфернальные сущности то есть демонического порядка поэтому человек не в состоянии ничего придумать он может только озвучить так слава вопрос так открыли южный полюс открыватель южного полюса фейк вопрос помню что на собаках и северный полюс последний посетил русский крендель ну да нам придумали ложь что с одной стороны на лошадях один шел к центру северного полюса а другой шел на собаках и тот который был на собаках был очень умный потому что собаки оказались для северного полюса очень удобны во всех аспектах собак и посудили и сразу как и транспорт и как и живые консервы вот поэтому нам придумали легенду что было два исследователя которые один проиграл другой выиграл они кстати специально так вот создают такие приколы это у них модно всегда два варианта вот эти фразы они придумывают вот я вот допустим две легенды слышал у нас когда пытались обмануть человечество что полет был на луну и какую легенду придумали про этого который ступил на поверхность луны забыл его фамилию амстронг да он ступил на поверхность луны и сказал фразу удачи вам мистер каховский и никто не знал что он имел ввиду и потом у него спросили в интервью а что вы имели когда сказали фразу удачи вам мистер каховский и он поведал историю амстронг что когда он был маленький он играл с друзьями в прятки потом он спрятался в соседском дворе а в это время жена мужа соседи его ссорились и жена закричала на мужа скорее всего соседский мальчик быстрее на луну слетает чем ты заработаешь кучу денег и вот когда амстронг ступил на луну этот соседский мальчик он сказал фразу удачи вам мистер каховский так звали этого соседа ну или как то в этом духе фамилия еще есть другая легенда что когда он ступил на луну все время вымыкает его фамилию вот что значит когда брехня она не запоминается он сказал фразу маленький шаг человека огромный скачок для человечества ну короче они вот такие брехенькие вот это же они дебилизм придумали мы изучили космос а собственное океанское дно мы вообще не знаем то есть они все время такие закидоны делают придумывают такую брехню как там дословно космос мы изучили лучше чем собственное морское дно и все это среди людей пошло и люди эту фразу повторяют 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 поэтому все эти полеты и походы это все с антарктидой фейк так конюхов а конюхов шоу как мне один написал конюхов мой дядя дядя мой честных правил когда не в шутку за не мог кстати когда не в шутку за не мог имеется ввиду не заболел а умер потому что дальше идет он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог но уважать себя заставил это как говорят а покойники либо ничего либо только хорошее поэтому естественно когда произведение там дядя умер он уважать себя заставил то есть все начали о нем хорошо говорить а шоу конюхов конюхов это картинка то есть нашли человека подобрались фамилии подходящий был же у нас приживальский они все время это лошадей пропихают да с фамилиями лошадины теперь конюхова ну то есть у нас как бы должно это оставаться в памяти приживальский конюхов вот и с внешностью такой да а вы бы когда пообщались бы с конюхов вы пришли бы в ужас то есть там человек вообще это уровень развития не просто примитивный а он вообще у него проблемы это так сказать и с общением и с и с мыслями так есть теории что он раньше на земле жили древние боги и демоны тоже экран экрана миком да все жило в нашей соте за полнотора миллиарда лет и в других сотах и вообще на земле в ячейках это все не теории не легенды это все что вот мифы легенды там сказания были не знаем это читайте их всегда буквально не думайте что там это как нам говорят это фантазия древних писателей это фантазия древних художников подобного даже если вы думаете что это вы придумали будьте уверены что это уже в нашем нашей вселенной было задолго на нас придумано вот вы делаете открытие вы просто подключились к информационному полю скачали информации и создали какой-нибудь там я не знаю вечный двигатель потому что его уже когда-то кто-то создал я так понимаю что одни не вернулись это по поводу антарктиды ну по той же легенде они не смогли добраться домой они шли до очередной схованки где должна быть пища оставляли по пути записки и к сожалению по той легенде они погибли те которые на лошадях были пони по моему они использовали он у нас тоже в ссср антарктиду когда осваивали живым человеком трактор спускали трактор пробил лед и с парнем молодым фамилия его хорошо фамилия была просто пытаясь продемонстрировать насколько у меня память неплохая хмара а имя иван хмара не забыл фамилию этого тракториста то есть человека этот трактор опустить на лед без человека как говорится на всякий случай с трактористом опустили на лед трактор он пробил лед ну и естественно камнем пошел трактор в ледяную воду погиб молодой парень так конюх должен конюхов должен надо его лошадки назвать конюхов должен был из рыбинска на днях улететь стратосферу отложили на неделю из-за погоды хочу поехать посмотреть на запуск своими глазами во главное все правильно Егор все заснять на видео амстронг ну да амстронг но я я все у меня выбивает амстронг ну амстронг это по моему с английского переводится то ли сильная рука или что то или что там я что то путаю как как иногда с английским языком а нил амстронг да так великанов тоже истребили да их и 200 лет назад истребили ну правда были конечно у нас великаны и по нашей ячейке по 40 метров ребята александр пишет как доносить инфу людям если начну говорить все прямым текстом меня в дурку отправят ну тогда лучше не говорить лучше нарасковать не знаю сейчас я не могу дать совет как доносить информацию вообще как я всегда говорю задавайте всегда вопросы где видео в Австралии из космоса нету все читайте газету так ты будущее видишь сейчас нет я могу предвидеть но не могу предсказать что будущее по большому счету все будет хорошо что рано или поздно мы соту нашу освободим от оккупантов так а да вот совет александр переводите все можно ой представляете я вот имитирую как можно сказать там в интернете один написал что круто новые земли ой ну вообще шутник этаж теперь из-за него теперь нам станет понятно что гитлер оказывается в соседнюю ячейку поплыл на своей подводной лодке вот шутник вот балагур да она в шутку надо переводить массам рано для этой инфы ничего не рано надо просто сказать как я всегда говорил сказали земля в миллиарды раз больше за антарктическим кругом находятся новые земли полета в космос нету солнца лампочка и над нами купол все и пошли дальше не надо никому ничего доказывать а там уже пускай сами дума слава за цене аватарку прикольно только на чуть-чуть что ну так чуть видно а арм рука если борьба да так если еще биоробот попадется так ну пока опять вопросы подходят к финалу заходим в контакт так смотрим так заходим в контакт а после смерти что смерти то нету миллион раз говорил и повторюсь вот вы допустим берете мобильный телефон и вы его сломали и покупаете новый вот ваша основная сущность точно так же вы вы для вашей сущности вы всего лишь вот эта аватарка виртуальные очки сломаются эти очки ваша основная сущность то есть вы кто на самом деле подберет себе для этого виртуального мира новые очки вот и все смерти не существует наши предки то прекрасно знали так как в таком случае выглядит космос в прошлых версиях вселенных он вылил так как его изображают ну как космос за куполом вода более плотная чем наш океан собственно и под нашим океаном есть более плотная вода плотность там как говорится чем ниже тем давление больше и чем выше тоже давление больше ну купол же пробивали как там в древних писаниях и воды хлынули небес разверглись небеса да как там и затопило тут все так эфир по сути есть же океан в котором плавают галактики согласен Егор согласен Егор Иванов Иван Карпин металл можно плавить низкими температурами металл можно даже плавить силой мыслью честное слово я не дурачусь так Цои Талькова обидно два хороших музыканта и деятелей нету ну в двух словах скажу может меня кто-то вначале не понял я не отрицаю гениальность этих двух великих поэтов и музыкантов я хотел лишь сказать что мировое правительство их использовало в своих целях вот и вот что я хотел сказать Слава вот как бы собрать команду Котляровы ФМ на вылазку выйти на природу с костерком под чаёк хе-хе это уважаемые у меня уже давно есть желание когда оно получится не знаю тут же видите как ответственная миссия то есть назвался груздём полезая в кузовок ведь допустим для многих людей мой канал и мои выходы в эфир это уже как это сказать необходимость то есть если вот допустим останется сто человек у меня подписчиков и они будут желать слышать меня я должен будут я обязан для них трудиться я в первую очередь обязан за то что благодаря уважаемым слушателям и зрителям которые на протяжении этих восьми восьми месяцев меня поддерживают с финансовой стороны что я могу решать коммунальные услуги и вопросы разного характера того же пропитания вот Денис добрый человек тоже это хочет посодействовать вернее не хочет он уже это сделал мне там надо просто не хочу как тоже суеверный надо сглазить это когда все получится озвучу то есть человек мне помогает решить вопросы технического характера ну и конечно это хочется всегда как лучше поэтому не все сразу быстро все получается скоро сказка скажется не скоро дело делается комментируете возраст деревьев хорошо их комментирует все знают что деревьям сто двести лет девяносто восьми процентов там где мы живем слава будешь всех собирать на природу не знаю не знаю я когда начну компьютерную игру создавать базу сделаем в Прибалтике и буду будем будем там собираться на нейтральной полосе цветы необычайной красоты почему Прибалтике потому что там климат очень на мой взгляд хороший и для творческого человека это очень важно чтобы программисты художники всегда были в тонусе не хандрили не болели чат иногда прыгает и ускакают но я стараюсь все читать общество котлярового из разных слоев по возрасту по социальному статусу так что в реальности мы друг друга мы в реальности друг друга набьем морды предполагает Егор я еще любил хвастаться вот гильдия у меня в Володах была Моровинт вот самому младшему члену гильдии было 9 лет а самому старшему 64 года и было там порядка сколько нас около 100 человек то есть разные возраста от 9 до 60 то есть я как лидер гильдии по сути сделал и делал невозможное чтобы все возрастные градации находились в одном коллективе ну конечно были там как всегда это происходит люди откалывались создавали свои гильдии это обычные дела для мморпг но в основном гильдии создаются пишут там плюс 16 лет там плюс 18 плюс 21 то есть стараются лидеры гильдии подбирать людей одного возраста я же объединяю людей в плане в духовном интеллектуальном всех возрастов и всегда говорю что паспортные данные не являются показателем интеллекта вот вот 16 лет можно быть гением а в 50 маразматиком так ну как я когда-то пошутился озвучил такую свою шутку что маразматиками не не становится маразматиками рождаются . ности недовольство и кряхчение пожилого человека более видны чем в юности когда тот же человек в 20 лет начинает там не доволен там до 20-летнего не сильно обращать внимание когда может 60 уже как бы там кряхтун да и так далее я вам благодарен сейчас же мы сколько на 65 человек вы мне даете очень много сил благодаря тому что вы изучаете совместно со мной это те или иные вопросы как я уже говорил что за последние 8 месяцев я сам сделал очень много открытий к который еще вчера голову ломал над ними поэтому я всегда буду подтягивать технарей но молодые ребята конечно не всегда это уже тем кому за 50 за 60 не перекроить хотя много приходит писем то есть мужчины и женщины подчеркивают свой возраст там не за 60 допустим человек пишет там за 50 за 60 и пишут благодарю вячеслав что жизнь там прожил прожила и хоть хоть истинное положение вещей удалось узнать как я говорил неоднократно смысл жизни заключается человека в том чтобы ответить при при жизни на все поставленные вопросы им самим вот ну а дальше уже как карта ляжет